Всем привет! Меня зовут Таня, я из города Штутгарт, Германия. Сегодня четверг, 26 мая 2016 год. В Германии религиозные праздники и у всех выходной. Я нахожусь у себя дома. В этом видео пойдет речь, как вы заметили, о моих павлинах, самоподбор по ключу и схеме от Вервака. Хочу напомнить, что в основу я взяла лен Цвайгард Белфест, 32 каунта. Номер этого Белфеста 36,09, 51,39 и размер 48х68. Хочу извиниться, мое видео будет шатким, потому что статива у меня здесь нет. Хочу сразу поблагодарить всех подписчиков, которые подписались на мой вышивальный дневник. Всем, кто оставляет свои комментарии под видео. Мне очень приятно, потому что это помогло мне в конце концов вернуться к своим павлинам. У меня было 2 недели застоя этой работы. И я не понимала, почему я не хочу к ней дотрагиваться. Дело в том, что последним звонком к моей маме был такой случай, что у мамы произошла истерика. Ей становится как физически, так и морально сложно. А вы знаете, что женщины воюют прежде всего сами с собой, с мыслями и с тем, что мы сами себе накручиваем. Вот с моей мамой так и произошло. В тот момент я поняла, что это не единичный случай. Поняла, что я ничего не могу ни маме, ни папе сделать. Пригласить я их бы смогла. Если они не могут за 60 км друг друга увидеть, то о выезде оформить какую-то поездку невозможно. Благополучных условий для мирных жителей нет. Поэтому я не трогала эту вышивку. Но потом я подумала, что вы мне пишите, вы вышиваете, у вас тоже есть свои проблемы, дела. В конце концов, вышивка она и лечит, и отвлекает, и успокаивает. И я решила начать с малого. Я вышила 4 перышка. Вышила я их где-то за 3 дня. Но я сидела над ними долго, честно. Я не спешила. Сейчас я вам эти перышки покажу поближе. Как вы видите, мои перышки меняют цвета. Вот посредине самая темная получается под световой гамме. И в самой серединке этих перышков я пытаюсь несколько клеточек вышить ниточкой блестящей. Дело в том, что тут должна такая быть ниточка, и она идентичная с цветом льна. И вот эти вот перышки я решила немножечко, чтобы они у меня блестели, немножко выделить этот цвет, чтобы не сливалось сильно с этой конвой. И я использовала ниточки производства Гютерман, немецкое производство. Ниточка 70% полиамид и 30% полиэстера. И она вот такая вот тоненькая. Как вы можете видеть, она двойная. Видимо, вот это вот 30% полиэстера, не блестящая. И полиамид, вот эта вот фольга. Насколько я поняла, если я ошибаюсь, я буду вам очень признательна, если вы мне скажете. Вот выглядит вот такой вот моточек. Здесь V331, 50 метров. И вот таким вот образом она выглядит. Что я начала после этих перышков вышивать? Я начала заполнять это солнце или луна. Ну, для меня это солнце. И я начала вот потихонечку, знаете, монотонно вышивать, чтобы успокоиться. Вот эти вот крестики. Я думаю, вы как вышивальщицы понимаете мое состояние. Я не хочу жаловаться. Просто, видимо, какая-то вот села у меня в голове мысль, что зачем все это? У меня родители, в принципе, сталкиваются с такими серьезными проблемами. Я тут сижу, им вышиваю павлины. Что для меня в тот момент показалось бесполезным делом. Не сама вышивка, а вот именно то, что я вот это вот делаю для родителей. То есть сижу и ничего не могу для них никак сделать. Меня это как-то вот застопорило. Сейчас я вам покажу картинку в полном росте. Вот так полный рост выглядит моя картинка. Сейчас я вам покажу ошибку при отрезе этого льна. Как вы можете видеть, вот здесь вот мой последний крестик этого перышка. На этом, в принципе, заканчивается моя картинка. И вы, как понимаете, для края у меня здесь осталось буквально 2-1,5 см. То есть оформление будет сложным. Ну а на этом все. Я вам очень благодарна, что вы подписались на мой вышивальный дневник. Вам и всем остальным я хочу пожелать готовых работ. Ниточек без узелков. Красивых ровных крестиков. А также красоты, любви и добра. Всем пока!